Мощный процессор, куча памяти и неплохая видеокарта, но не обычный десктоп. Мобильные комплектующие, но не ноутбук. И, наконец, похож на iMac, но не iMac. Это Zen All-in-One Pro Z240iC. Новый производительный моноблок от Asus с кучей интересных фишек. Непонятно, внешнее сходство с iMac — это хорошо или плохо? С одной стороны, копирование не вызывает восторга, другой — дизайн хороший, выглядит моноблок круто, зачем изобретать велосипед. С материалами проблем нет, корпус алюминиевый, хотя сомнения могут возникнуть. Подставка, увы, не особо функциональная, кроме наклона ничего нет. Зато есть резиновые ножки, и моноблок не скользит по столу. Коннектор для блока питания и Ethernet-порт ровно по центру. Провода предполагается выводить через вот это отверстие в ножке, и этот момент вызывает смущение. Металлический корпус, изысканный дизайн, сплошная красота, и мы через вот эту дырку должны протаскивать провода. Происходит какое-то нарушение дзена. USB-порты расположили тоже сзади, а не сбоку или снизу. Здесь 100% нужен какой-то удлинитель или хаб, иначе придется постоянно вставать и обходить моноблок, чтобы ставить флешку. Развернуть корпус, опять же, не так просто. Для разнообразия здесь четыре скоростных USB 3.0, один старый 2.0 и еще один самый современный USB 3.1 Type-C. Рядом с ним есть пара HDMI, но оба выходы, так что подключить внешний источник к экрану моноблока не получится. А хотелось бы, потому что он здесь умопоморочительней. Матрица IPS 23.8 дюйма, разрешение 3840х2160, то есть 4К, да еще и сенсорная панель. А уж после замеров можно вообще ставить отлично, цветопередача у него практически идеальная. Единственное но невысокая контрастность, в остальном картинка на этом мониторе выглядит отлично. А для того, чтобы моноблок тянул столь высокое разрешение, построили его на современной платформе. Внутри установлен процессор Intel Core i7-6700T, это чип семейства Skylake с теплопакетом всего 35 Вт. Понятно, выбран он из-за форм-факторов, поскольку в таком корпусе сложно было бы установить полноценную систему охлаждения. В процессоре уже встроено видеоядро Intel HD Graphics 530, но особая прелесть этого моноблока в наличии дискретного видеоадаптера NVIDIA GeForce GTX 960M с целыми четырьмя гигабайтами видеопамятия. Это мобильный вариант, опять же, из-за форм-фактора, поэтому слабее настольной версии. Но в целом связка позволяет играть во все современные игры с разрешением Full HD. Понятно, что 4К остается для десктопа и рабочих приложений. Такой набор оценят фотографы и дизайнеры. Им тоже, вы удивитесь, нужна производительность. В играх же про такое разрешение стоит забыть, 960-е его просто не вытянет. В целом по производительности Z240 IC сравним со средним игровым компьютером. В продажу поступят моноблоки, в которых для хранения данных будет использоваться связка и с SSD и жестким диском. В нашем тестовом экземпляре последний, увы, отсутствует, зато SSD знатный. Это Samsung SM951 в формате M.2 емкостью 512 ГБ и интерфейсом PCI-Express 3.0. Скорость чтения больше 2 ГБ в секунду, в записи 1,5 ГБ в секунду. Фантастически быстрая модель. На этом сюрпризы не заканчиваются. Если обратили внимание, над экраном целых три глазка. Это 3D камера Intel RealSense. Она считывает глубину, формируя трехмерную картинку. Приложений под эту камеру не так много, а большинство из них платные. Но мы постарались показать примерно все, что можно сделать с ее помощью. Как-то так. Не забудем и про аксессуары. Беспроводную мышь и клавиатуру, которые выполнены в том же стиле, серебристо-черном. Правда, здесь уже хвалить особо не за что. В коробку их положили скорее для галочки. Кругом сомнительный пластик, мышь просыпается только после нажатия на кнопку, причем пожирает батарейки очень быстро. Ну а про эту покрашенную серебрянкой клавиатуру я даже говорить ничего не буду. Если покупаете такой дорогой моноблок, то обзаведитесь комплектом получше. Тем более, что у Asus получился отличный настольный и даже игровой компьютер. За один только экран хочется обнять всю команду разработчиков. И не стоит ругать его за стоимость и уж тем более воспринимать как конкурента большие пыльные коробки под столом. Это имиджевый моноблок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова